Здравствуйте! В эфире программа «Подземка». Каждый родитель, глядя на своего малыша, думает, кем же он будет. Тема образования детей сейчас актуальна. К будущей профессии родители стараются готовить малыша уже с пеленок, посещают различные развивающие курсы, покупают игрушки и изучают иностранные языки. Какие навыки потребуются малышу через 15-20 лет? В жизни всегда сложно сделать правильный выбор, в особенности, если речь идет о выборе профессии. Да и понятие «правильный выбор» весьма относительное. То, что кажется правильным на сегодняшний день, завтра может оказаться неверным решением. А ведь от того, насколько правильно мы выберем для себя ту или иную профессию, зависит в какой-то степени наша жизнь, ее успешность. При выборе профессии стоит отталкиваться от принципа «чем тебе больше всего нравится заниматься, тем и продолжай заниматься». Иными словами, нужно заниматься тем, что нравится. Также немаловажен и финансовый вопрос. А здесь нужно знать, какие профессии актуальны сейчас и будут таковыми в будущем. Прогнозировать ситуацию на рынке труда мы не будем, но давайте определим самые актуальные профессии в нашем городе на сегодняшний день. «Я думаю, что-то с банковским делом связано в банковской сфере, с компьютерами, программистами, IT-технологи, вот это я думаю. Ну и что-то с продажами связано там». «Я знаю, что учиться сейчас бессмысленно до 100%. Ну не то, что бессмысленно, но многие сейчас учатся и потом работают совершенно не по профессии, потому что у нас рынок труда сейчас довольно такой волнообразной в стране». «Шахтеры. Не знаю, самое важное – это, наверное, творческие профессии. Хотя очень обидно сейчас, так получается, что человек творчества, он страдает от того, что он человек творчества. Ну, не знаю, нужно делать то, что душа хочет. Не нужно учиться на то, что востребовано, на то, что приносит деньги. Я не знаю, но это мое мнение. Родители с ним не согласны». «Ну, наверное, связаны с информатикой. Я так понимаю. Это ж будущее наше. А что ж?» «Ну, актуальные. Экономист, юрист. Ну, их сейчас очень много». «Профессии многие нужны. И профессии важны. Но работу по профессии очень сложно найти. Мне кажется, производственные профессии нужны. Нужны, наверное, профессии бухгалтеру, электриков, сварщиков». «Я думаю, что, в первую очередь, человек должен сам для себя выбирать какую профессию, ну, с какой профессией он хочет идти по жизни, ну, с которой он бы хотел связать свою жизнь. Ну, в нашем городе, наверное, больше все-таки людей с высокими интеллектуалами берется. Это и менеджеры, и люди, которые работают в области продажи, которые специализируются на этом. Ну, конечно же, юристы, адвокаты. Кто там? Компьютерщики. Ну, в общем-то». «Наверное, экономисты, вы знаете, сейчас актуальны. Как-то от педагоги, наверное, уже нет медики, я считаю. Наверное, медицина все-таки. Потому что сколько болезней, ты это слышишь. Особенно вот я как-то вот немножко, ну, читаю там от лечебники, все этот самый, для деток маленьких очень много болезней. Поэтому я, допустим, наверное, медикам бы дала очень широкую дорогу». Когда вчерашний школьник осознанно выбирает специальность, поступает в университет и приходит учиться, он первое время восторженно смотрит вокруг. Ждет, что его научат многому, что он сможет, наконец, учиться именно тому, что ему интересно и нужно. Но после первого, максимум второго семестра, восторженность сменяется последовательно недоумием, обидой и разочарованием. И следующие пять-шесть лет проходят у большинства студентов по стандартной схеме. В течение семестра ничего не делали, перед сессией, сдачей долгов, спешно заучивая материал к экзамену и забывание этого материала сразу после получения оценки. В результате, к моменту выпуска средний студент имеет отрывочные знания, чудом задержавшиеся в голове либо потому, что о них часто напоминали, либо потому, что их приходилось использовать за пределами университета. Многие идут работать с третьего-четвертого курса. И редко кто успевает вовремя понять, что университет это не школа и методы обучения там другие. О том, как выжать максимум из высшего образования, можно разговаривать часами. Вопрос же будет о вузах нашего города. Сколько высших учебных заведений в городе, на ваш взгляд? И какой наш вуз самый престижный? Двадцать, может быть, или. Ну, я думаю, КТУ, я так думаю, самый престижный. Ну, конечно же, Нархвост считается. Ну, КНУ сейчас, которые объединили уже, КРНУ. Ну, и все у нас молодые люди в основном там и учатся, конечно. Особенно на такие специальности, как экономический там факультет, у нас строительный факультет и IT-технологии. У нас одно оно теперь же, да, получается. Престижным, престижным. Не знаю, тоже, куда душа лежит, тогда нужно идти. И у меня нет такого престижного, непрестижного. Университет-то у нас один, он объединяет и ПЕД-университет, так же же. Ну, и Нархвост. КТУ, Нархвост, ПЕД. Ну, они сейчас объединились, поэтому, как бы, как один большой вуз и один большой престижный вуз. Престижный, наверное, наш КТУ, КРНУ. Я не знаю, сколько там объединений. Ну, на втором месте металлургическая академия. По сути, это два. И КНУ, и ПЕД, которые тоже принадлежат КНУ. Наверное, штук 7 или 8. Я в 72-м году заканчивала горный институт, тогда был этот самый, горнорудный институт. Тогда был самый престижный он, конечно, этот самый. А сейчас, я тоже думаю, что он... Вы знаете, там по работе просто недавно была, там сейчас сколько новых, этот самый, открыли специальности, я вижу, этих факультетов. К слову, всего в Кривом Роге с учетом техникумов, колледжей, институтов и университетов 28 высших учебных учреждений. Соответственно, и специальностей, ну, просто огромное количество. Различные исследования социологов указывают на следующее. В последний период растет число представителей молодежи, которые не считают место работы просто местным заработка в крест к существованию. Для многих из них работа – это и способ получения удовольствия от результатов труда и возможность карьерного роста. Постепенные перемены сознания граждан Украины привели к тому, что люди начали более вдумчиво относиться к вопросу получения образования и трудоустройства. Однако для многих получение качественного образования превратилось в некую традицию для приобретения необходимых корочек и дальнейшего трудоустройства. Так ли уж необходимо получение высшего образования? Должно быть все равно образование, потому что сейчас в наше время очень сложно без образования. Особенно если не просто купить диплом, именно действительно получить хорошее знание в хорошем вузе. И тогда путь будет открыть любые двери и для получения, ну, работать, получить хорошую и престижную работу. Я читал многие книги, многие люди стали успешными даже без образования. А многие стали успешными совсем, идя не по той линии, которую они развивали с помощью образования. Совсем, в общем, дорогая ветвь, совсем по-другому стезишили. И стали успешными, поэтому это не является фактором. Может, в нашей стране и нужно иметь какую-то корочку, чтобы идти дальше, но чтобы развить какие-то качества и к чему-то стремиться, это не есть главным. Это я точно так считаю. И у меня самого сейчас так как раз, и поэтому я так и думаю. То есть совсем не связано с образованием моим. Я иду вперед. Думаю, у них так же сейчас получается. Оно везде нужно, понимаете, без него никак. И, да, наверное, важно, но не обязательно. Да, вот для меня, наверное, было бы не обязательно. То есть я бы спокойно себе жила без высшего образования. Пошла бы на повара и была бы счастлива. Нет, ну, рабочие специальности, конечно, нужны, но там своя планка существует у рабочего, выше которой не прыгнешь. А с высшим образованием, по-моему, уже все открыто дальше. Ну, конечно, важно. Без высшего образования никуда сейчас. Просто на работу не возьмут. Наверное, на все воля и случай. Время и случай. Потому что образование, много людей успешных без образования. Но образование, я думаю, за плечами не носить, диплом не давит. Образование нужно иметь. 50 на 50 все-таки образование нужно, чтобы получить эту бумажку, диплом. Как после окончания тебе уже повезет, это зависит уже больше от личных качеств человека. То, как ему повезет в жизни, то, как сложатся, в общем-то, обстоятельства. И как удастся ему найти работу в дальнейшем. Ну, как-то реализовать себя. Вы знаете, вот я человек с высшим образованием. И всегда работала там, где люди, допустим, были и техникумами, и без образования. То вот даже вот приходила новая документация, сколько, понимаете, высшее образование научило меня работать с документацией самостоятельно. Желающие быть профессионалами своего дела вынуждены постоянно повышать уровень своих способностей. Проходить разнообразные занятия и курсы. Базовых знаний, приобретенных в институте, просто очень мало. К тому же работодатели, желающие видеть на своих фирмах специалистов высшего уровня, нередко вменяют своим работникам повышение уровня профессионализма в обязательства. А пропуск семинаров, оплаченных, кстати, ими же, воспринимают почти как личное оскорбление. Скорее всего, вы не будете спорить с тем, что сейчас для того, чтобы стать отличными специалистами, необходимо постоянно трудиться и самосовершенствоваться. Поэтому 5 лет, что уходят на получение образования, иногда кажутся чем-то лишним. Ведь лучше было бы посвятить это время получению знаний именно по той специальности, по которой вы работаете в данный момент. Но студенчество – особое время. Короткие 5 лет, которые никогда не повторяются. И если вы студент, проведите их так, чтобы никогда не жалеть об упущенных возможностях. Это была программа «Подземка». До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!